Мне очень нравится, когда происходит вот такое взаимное подлинно-бранское общение и поддержка, когда мероприятия становятся нудным, скучным, формальным, когда есть ощущение действительно праздничности, близости нас, храмы должны сближать нас, храмы должны получить нас к уважению друг к другу. И по своему опыту знаю, потому что доводилось и восстанавливать храмы и заново строить, вот этот вот период строительства, обживания стен или, как еще принято говорить, намаливания их, вот когда, чтобы стены вдруг стали полными благодати, то, что говорят о храмномолине, для этого нужны и труды, и молитва, и добрая атмосфера братского общения. И вот эти порой сложные годы строительства, они потом остаются в памяти на долгие-долгие годы, и кажется, что они самые дорогие, и думаешь, как бы вот еще-еще повторить. И Господь судил мне здесь, на калмыцкой земле, быть участником строительства нескольких храмов. И я зову вас всех активнее участвовать в этом. И не обязательно речь идет, чтобы никто из вас не сказал, а я не так богат. Да дело только и не столько в деньгах. Участвовать в добром пожелании, молитве, общении. Когда будет возможность и желание что-то своими руками сделать на территории строящегося храма и поучаствовать в общей молитве, это замечательно. Это то, поверьте мне, что потом вспоминается, то, что сплачивает. Проходят годы, а эти люди, сроднившись вокруг строительства храма, становятся друг другу так дороги, так милые. Поэтому вперед к строительству храма, то есть к дружбе. Спасибо большое, уважаемый Сергей Городович.